Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хотел бы поговорить вот о чем. Вы подали мне в комментариях отличную идею. Я решил снять видеоролик с пятью способами того, как, соответственно, вам не только пережить ваш развод или ваше расставание во взаимоотношениях, но и, соответственно, мы немножечко затронем даже то, как вам стать лучше, умнее, красивее и, может быть, даже найти партнера на всю оставшуюся жизнь. Не переключайтесь. Поехали! Грустно, потому что мне трудно ее переубедить. Как сделать так, чтобы она, наконец, поняла? Не решать, как я уже говорил, проблемы жопы, проблемы головы. Что это значит? Вы, расставшись со своим мужем, молодым человеком, в первую очередь, не должны спускать все деньги на апгрейд своего внешнего вида. Это очень большая ошибка у девушек. Вы постоянно стараетесь выйти из депрессии путем, в общем-то, улучшения ваших, ну, так скажем, визуальных качеств. И вы переносите все свои проблемы якобы в свою внешность. Но критерии внешности, они у всех людей очень и очень субъективны. Что красиво для одного человека может быть совершенно неприемлемо для другого. Так, например, допустим, все мальчики верят в то, что девочкам обязательно нравятся худенькие, просушенные парни. Но мы прекрасно знаем, что, например, есть такой, что одним девочкам нравятся накаченные парни, другим девочкам нравятся худенькие, просушенные, а кому-то даже, ну, такие в теле брутальные самцы, даже с таким брюшком, так скажем, брутальным пузиком им заходят вполне. Поэтому, соответственно, тут то же самое с вами. Нельзя, поймите, нельзя четко оценить такую вещь, как человеческая красота. Это очень субъективное понятие. И то, что вы вкладываете свои деньги и эмоциональные силы в апгрейд собственной внешности, соответственно, тем самым вы загоняете себя в будущем еще в большую проблему, в большую депрессию. Во-первых, вы тратите на это свои деньги, которые вы могли бы потратить на себя в более нужные русла, их направить, чтобы развиваться, чтобы, может быть, что-то купить для себя более необходимое от недвижимости, машины, учебы и так далее, да, заканчивая, может быть, соответственно, какой-то необходимой для вас новой одеждой, рабочей или какие-то, в общем-то, решающие какие-то либо другие задачи. Так, например, у меня очень много знакомых девочек, которые тратят на, так скажем, летний шоппинг, на шоппинг, на отдыхе, деньги приезжают, а, соответственно, к сожалению, нет денег на то, чтобы, так скажем, купить что-то сезонное, да, какие-то сезонные необходимости, ждут зарплаты и так далее. Чтобы такого не было, чтобы эти проблемы у вас не возникали, да, и деньги не бывают лишними, не стоит тратить свои деньги и, опять же таки, и время на то, чтобы сильно как-то апгрейдить свою внешность и концентрироваться на этом. И, в общем-то, это и есть первое правило – не решать проблемы головы, проблемы жопы и наоборот. То есть, соответственно, вы тренируете ваш мозг, а не вашу визуальную составляющую. Правило второе – обязательно отвлекайся. Отвлекайся от того, что ты, соответственно, делаешь, сидишь дома, если вы жили в той же квартире, в которой ты сейчас живешь уже без него. Или отвлекайся от тех вещей, которые вы делали вместе, да, с твоим молодым человеком. То, что ты привыкла проводить время так, как он тебя научил, да. К примеру, вы обязательно ходили в парк, или вы занимались чем-то вместе, да, таким особенным, а теперь ты не можешь этим заниматься, или когда ты этим занимаешься, тебе грустенько. Ну, к примеру, ты смотришь фильм, да, одна и вспоминаешь, как же, как же, как же мило и здорово было засыпать у него на груди. В общем, нужно перестать это делать и, соответственно, просто займись другими вещами. Вместо фильма ты можешь читать книгу, вместо фильма ты можешь сидеть в соцсетях, вместо фильма, в конце концов, ты можешь смотреть мои видеоролики. В общем, вариантов масса, но старайся отвлекаться и менять свой образ жизни, чтобы он кардинально отличался от того, каким он был с твоим молодым человеком. Третий, третий пункт в нашем расписании, это, соответственно, не оставайся одна. Не нужно подолгу оставаться одной, что-то такое делать, понимаешь, там, допустим, грустить, мыть посуду, убираться дома, да. Не нужно делать каких-то вещей с подругами, тем более обсуждать ваши прошлые взаимоотношения. Ты будешь постоянно мысленно возвращаться в эти взаимоотношения, если ты будешь оставаться одна, без внимания других мужчин. Не нужно стараться начинать быстрые отношения с другими мужчинами, да, или даже, может быть, вступать в половые как-то отношения. Но это все равно на ваше усмотрение. Другое дело, что ты не должна оставаться без мужского внимания, вот что я хотел сказать. И для того, чтобы ты чувствовал себя востребованной, чувствовал себя уверенной, тебе не нужно вкладывать на самом деле деньги в свою внешность. Тебе нужно аккумулировать как можно больше мужчин вокруг себя в данный непосредственный момент. Пускай ты их будешь считать неудачниками, какими-то стрёмными, левыми, никто не заставляет тебя с ними спать. Просто общайся, позволь ухаживать им за тобой. И ты увидишь, как твое психоэмоциональное состояние улучшается, даже когда ты увидишь, что они что-то там начинают тебе писать, лайкать, твой инстаграм и так далее. Это всегда работает. Даже если ты в это не веришь, это все равно со временем сработает. Поэтому, в общем-то, лайкать другим мужчинам, знакомься с другими мужчинами и будет тебе счастье и не будет тебе никакой депрессии. Ну, конечно, если мы говорим о том, что ты находишься в норме. А как вы видели в моих других видеороликах, у нас существует норма акценты патологии. Так вот, если речь идет об акцентированном состоянии или патологическом, к сожалению, такие состояния просто так, без помощи специалиста, вам, скорее всего, самостоятельно не преодолеть. Четвертое. Стань лучше. Стань лучше в тех вещах, в которых ты зависел от своего молодого человека. Если это финансовая составляющая, займись своей финансовой составляющей. Не стоит надеяться и искать молодых людей, которые решат тебе эту проблему. Прямо сейчас, в любом случае, если ты смотришь этот видеоролик, в любом случае, если ты страдаешь из-за этих отношений, прямо сейчас не придет к тебе принц на белом коне и не будет решать твои финансовые проблемы. Поэтому постарайся решить свои финансовые проблемы так, чтобы они тебя сейчас беспокоили наименьшим образом. Старайся отвлечься абсолютно от того, что ты одна и что тебе теперь никто не может помочь. Сконцентрируйся на работе, сконцентрируйся на саморазвитии. Таким образом, может быть, конечно, это не самый лучший способ выйти из депрессии, но решив свои первичные потребности и задачи, найдя какую-то дополнительную подработку, потому что, как правило, женщины мне очень часто звонят, и первое, что они называют после развода, первая причина – это деньги. Отсутствие материального блага, отсутствие возможности кормить своего ребенка завтра, да, может быть чем-то более вкусным и полезным, да, чем вы можете позволить себе на данный момент. Поэтому материальная составляющая очень сильно влияет на любого человека, и старайтесь в первую очередь решить ее, чтобы вы не были зависимы от других мужчин вот так вплотную, так сильно, что вам приходилось бы находиться с другими мужчинами через свое «не могу», да, переступая через себя, чтобы у вас не было задачи поиска партнера ради пропитания, а чтобы этот партнер приносил вам, так скажем, счастье. Займитесь собой, займитесь самообразованием и самореализацией. Пункт пятый. Пятый пункт – это почувствуй то, как близко ты находишься к акцентированному состоянию или к патологии. Если ты чувствуешь не просто расстройство, а депрессию, которая сопровождается какими-то болями, какой-то нарастающий психосоматическим состоянием, когда начинает болеть голова, у тебя начинают болеть ноги, руки, спина, еще что-либо, какие-то у тебя нервные срывы происходят, ты чувствуешь, что ты не можешь работать, ты чувствуешь, что тебе нужна помощь. Если даже тебе просто в голову пришла мысль о том, что тебе нужна помощь, не нужно, как сейчас говорят, стрематься, да, не нужно переживать, нужно обратиться к специалисту, возможно, даже одна-две консультации помогут тебе. Иногда, чтобы выйти из депрессии, достаточно переключиться на что-то другое. А иногда, чтобы выйти из депрессии, нужны препараты, нужна помощь специалиста, нужны консультации, нужны беседы. Поэтому, дорогие друзья, я желаю вам здоровья, не болеть и не расставаться с вашими любимыми. А если это все-таки произошло, постарайтесь выполнить эти пять советов и стать чуточку лучше, потому что, когда вы станете чуточку лучше, и вот здесь, вы переосознаете и переосмыслите ваш опыт, который вы получили, находясь со своим партнером, и поймете, что вся жизнь еще впереди. Сколько бы вам не было лет, все равно вся жизнь еще, как правило, впереди, и сейчас уровень жизни гораздо выше, и благо даже в достаточно зрелом возрасте нам еще остается достаточно много жить, И я надеюсь, что у каждого из вас будет достаточно положительный опыт этой жизни, и вам еще познавать других людей, познавать этот мир, и вы сможете научиться смотреть через призму нового опыта по-новому на ваши прошлые взаимоотношения, а главное, на ваши будущие взаимоотношения. Свадеб был Medical Fitness Psychology. Да пребудет с вами здоровье!